Уважаемые жители города Саратова, в настоящее время ситуации с заболеваемостью вирусными инфекциями очень серьезные, напряженные. Адресов вызовов по скорой помощи города Саратова выросло на 50% сейчас в настоящее время по отношению буквально к предыдущей неделе. Мы сейчас выполняем до 1400 адресов в сутки, при том, что работает максимальное количество бригад, работают дополнительно выведенные диспетчера, дополнительно выведенные ординаторы второго года, которые учатся по скорой помощи в медицинском университете. Завтра мы еще повторяемся увеличить количество бригад за счет ординаторов первого года учебы медицинского университета. Да, в настоящее время у нас, естественно, есть задержки адресов по температурам, потому что в настоящее время поступает где-то 500-510 вызовов к больным с температурой. Я бы хотел напомнить, что скорая помощь выполняет, она нацелена на выполнение экстренных задач, их всего 8 или 7, это пожары, ДТП, это ножевые ранения, роды, это психические заболевания, это функции, которые должна выполнять скорая помощь за 20 минут. Все остальное, это вызовы неотложные, и на выполнение их время не регламентируются, так как эти вызовы не угрожают жизни населения. Мы по-любому стараемся выполнять эти адреса, мы не оставляем адреса без контроля, которые находятся на ожидании. Я бы просил понимать, что в настоящее время 65% вызовов, это идут те вызовы, которые люди должны обращаться в поликлинику по месту жительства. Скорая помощь у нас очень узкая направленность, это приехать, оценить состояние больного, оказать неотложную помощь, скорую медицинскую, и решить вопрос о необходимости госпитализации. Все, на этом функция скорой помощи заканчивается. Все остальное, лечение, обследование, все остальное, это поликлиники. У нас проводим только минимальные обследования, это кровь на сахар, это электрокардиограмма, ну, такие вот, это тонометрия, это термометрия, внешний осмотр визуальный, вот, это все, что мы должны делать. Ну, и, соответственно, оказываем помощь. При том, я хочу отметить, что нуждаемость в вызове скорой помощи, вот, по нашей статистике, она очень интересная, и мы приезжаем, подавляющее большинство вызовов мы даже не оказываем помощь, потому что там нет показаний для оказания экстренной помощи, то есть это больные для поликлиники. Температура там 37-38, первый день заболевания, второй день заболевания, взрослые особенно, они должны обращаться в поликлинику по месту жительства. Поликлиники работают, обслуживают адреса, вот, поэтому, конечно, у нас такая нагрузка. Если мы раньше, еще раз говорю, если мы обслуживали раньше больных с ОРВИ, ну, 60 человек по городу Саратова, то сейчас это 500, вот, посчитайте, во сколько раз это все выросло. Вот, поэтому, и, понимаете, госпитализация процент не увеличился, как при коронавирусной инфекции, когда мы возили очень много больных. Здесь все больные нуждаются именно в амбулаторном лечении и наблюдении, но не в оказании скорой медицинской помощи. И я просил бы всех обратить внимание на то, что мы, если обслуживаем эти адреса, получается так, что мы иногда можем задержать вызовы экстренные. Если этот вызов пришел раньше на температуру, соответственно, бригада уже уехала. И вернуть ее с этого адреса уже практически невозможно. Ну, еще раз просьба и совет отобращаться в поликлинику. Никто не отменял. Мы все оболеем и также принимаем те же жаропонижающие, если что. Принимаем те же гистаминные препараты. Те же препараты, которые необходимы для профилактики инфекционных заболеваний. Ну, вот все, что, в принципе, как-то так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!